Субтитры создавал DimaTorzok И даже подчас говорят прямо, что ад находится в центре даже земли. Даже такое мы находим. Всё это образы. На самом деле, суть-то в чём? В состоянии их души. Ну, мы же прекрасно знаем, что такое радость, а что такое страдание. Где они? В душе. Вот это именно происходит в посмертном состоянии души. К чему она стремилась? Чем она жила? Чего лелеяла? Что культивировала, если хотите? Ведь вы знаете, это очень, конечно, серьёзные вопросы, которые обращают святые отцы. Здесь ведь, оказывается, может человек просто жить, поставить себе, если, ну, иметь это своей целью даже, своей, ну, нормой, что ли? Нет, норма – это слишком слабо. Нет, именно целью жизни, вот какой-то культ той или иной страсти. Вот тогда беда, когда он это именно видит, именно видит это целью своей. Может быть, и другое, когда человек в силу обстоятельств к чему-то пристрастился. Так? Но понимает, что это не то, что я хочу. В конце концов, не то, что я считаю, это нормой для меня как человека. Я не согласен с этим. Я просто не могу оторваться от этого. Увы, но на самом деле я всё-таки против этого. Это оказывает чрезвычайно важная, так сказать, ситуация, о которой говорит христианство. Ведь, вы знаете, если мы обратимся к религиям дохристианским, неважно, что речь вот не только по времени. Многие религии дохристианские, они до сих пор остаются. Я говорю, дохристианские, то есть, не имеющие ничего христианского в себе. Все эти религии говорят о двух состояниях души человеческой. Или рай, или ад. Праведники идут в рай, грешники все идут в ад. Знаете, интересно, есть такие зарисовки. Если кто-то когда-то читал Гомера, да, Одиссея, как там Одиссей там встречает, по-моему, Агамемну, я забыл уже кого-то, нет, другого героя. Ну, ну, неважно, в общем, другого героя, и тот жалуется ему. А, Ахиллес! Жалуется ему и говорит, я бы предпочёл бы быть на земле, работать у пахаря самого бедного, чем здесь царствовать в этом бездушном мире над этими бездушными призраками. Ну, в таком роде. Там у них очень интересные строки. Ну, в общем-то, скажу так, что все дохристианские религии, они рисуют будущность в двух только цветах – ад и рай. Причём совершенно жёстко. Негодяй, преступник, он, естественно, будет в паду, праведники будут в район. Ну, называли это по-разному, это не имеет никакого в данном случае значения. Вот такова основная идея всего дохристианского сознания. Что сделало христианство? Что мы находим в христианстве? Прежде всего, мы сталкиваемся с фактом, которого не знала, по крайней мере, ни одна религия. Какой факт? Речь идёт в данном случае о правом справораспятом разбойнике. То, что он был преступник, и то, что его приговорили к распятию, это говорит о том, что он был убийцем. И он сам сказал другому сотоварищу, мы достойное по делам нашим получаем. Сознался. То есть он именно был таков. И по учению любой религии он должен идти в ад. то, что мы здесь находим. В данном случае Христос говорит ему за известные Его слова, всем известные слова, мы достойное получили по своим делам. Помяни меня, Господи, в твоём царстве. То есть мы там не будем никогда. Ты только помяни. Мы там не будем. Знал, чего он достоин. Знал. Только ада. Ответ – сегодня же будешь со мною в раю. Мы так привыкли, к сожалению, вот к этому эпизоду, к этим словам, привыкли, ну, и отчасти, может быть, никогда и не занимались этим, что не представляем. Это же, эти слова Христа, это же самый страшный антирелигиозный вызов. По всем религиям он должен идти туда, этот убийца. А здесь, говорит, сегодня же будешь в раю. Это что такое? Ещё раз повторяю. Это не единичный случай. Посмотрите в Евангелии, что он оправдывает какого-то матаря, этого мошенника, который вместо того, чтобы взять 100 рублей, берёт 200 налогом. женщину эту взятую опять говорит, иди, только больше не греши. Это что такое? Привели её же по закону Моисееву. Нужно было побить камнями, это сейчас, да, в земной жизни, а на самом деле, куда она пойдёт-то? Ясо в преисподнюю. Разве это непонятно? Побиение камнями – это было только вот этот, так сказать, внешний акт. А на самом-то деле, что означал этот акт? Её осуждение на вечные муки. Христос что говорит? И так одно за другим. Христианство – это антирелигиозная религия. Что же, что же... О чём же говорит христианство? Говорит удивительные вещи, радостные и в то же время в высшей степени серьёзные. Оказывается, тот человек, который вот живёт вот этой жизнью, и у каждого человека грехов полно, правда, если он только с ума сошёл, тогда он грехов себе не видит, конечно. Только сумасшедший может не видеть себе грехи. Прекрасно понимает. Но если при этом он всё-таки да, я грешен, но я хочу, хотел бы быть негрешным, ты, Господи, помоги мне! Я каюсь, и я хочу каяться, и буду каяться! И обращаться к Богу с молитвой об этом, чтобы Господь помог даже, насколько это возможно, мне избавиться. Так вот, каждый человек говорит христианство, который действительно искренне всё-таки хочет добра, истины, добродетели, который хочет, каяться в своих своих грехах, он, этот человек, оказывается, по христианскому учению, будет спасён. Ещё раз повторяю, это беспрецедентное учение в той же ветхозаветной религии даже, которую мы называем Бог откровенный, она действительно была Бог откровенная религия, но это было только, знаете, откровение, самое ещё поверхностное, данное только еврейскому народу, который, посмотрите, в каких условиях тогда жил? И кем был? Только для них больше они не могли понести. Не могли не понести блаженно чистые сердца, пути милости, милосердия и так далее. Не могли ещё понести этого, хотя уже пророки говорили об этом, уже говорили пророки, но, к сожалению, и с ними расправлялись. Но это была ещё религия, так сказать, грубая, даже единственное десятисловие, помните, что даже чти отца твою, матерь твою, да благо, где тебе будет на земле, всё было о земленении, всё устремно к земле. Если будешь исполнять закон, ты будешь головой у народа, не будешь исполнять, хвостом будешь и так далее. то есть материализм, такой сильнейший материализм при вере в единого Бога. Христианца отрывает и говорит, голубчик, неужели ты не понимаешь, что ты смертный? Или что, ты думаешь, только другие умирают? А ты что, будешь вечно жить? Подумай, пока не поздно. Займись душой своей. Покайся, кайся, не покайся, нельзя сказать покайся. Покайся, что-то я сделал и всё. Не покайся, а кайся. Делай, что можешь по силам своей, по своим силам. Потому что есть. Христос прямо указал Евангелие, сегодня будешь со мной в раю. Кому сказал? Негодяю, бандиту. Можно сказать, даже в данном случае, исходя из учения отцов, можно полагать так, что каждый христианин, который действительно будет стремиться жить, насколько хватает у него сил и кается нарушением, возможно, очень возможно, он даже избежит мытарств. Разбойник избежал мытарств. Сегодня же будешь в раю не через 40 дней, слышите? А сегодня же... Я хочу указать на что? На огромные преимущества христиан. Какое они имеют преимущество, если захотят им воспользоваться? Можно избежать встречи, с кем? Ведь что такое мытарство? Ведь там же не просто встречи с этими гадостями, а встречи ещё с кем? С дьяволом! очень много случаев, когда люди всё-таки бывают, встречаются ещё здесь, в земных условиях встречаются, они потом долго не могут опомниться от этих встреч. Это действительно встречи ужасы! демонические эти силы, это ужасны! Христиане имеют возможность не встретиться с ними! Какой христианин? Святой? Кто такой святой? Макарий Великий, который называли земным Богом в своей утренней молитве, что говорит? Боже, очисти меня грешного, потому что я никогда ничего доброго не совершил пред Тобою. По-славянски это, знаете, звучит Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред Тобою. О, если бы мы могли достичь того, чтобы увидеть, что я действительно ничего благого не делаю! То есть я пытаюсь, я пытаюсь, я хочу, но на самом деле подал нищему копейку, и кричу, Господи, подавай лимон! Ни одного доброго дела не можем сделать, потому что сразу входит или зараза тщеславия, или самомнение, или какой-то расчёт, или человекугодие, или слава! Как он здорово написал! Никогда же сотворил благое пред Тобою! Да, всё пронизано у нас этим! Это надо видеть, с этим надо бороться, с этим надо... Об этом нужно каяться! Да, но блажен человек, который это увидит! Самое страшное, если он увидит, что я всё-таки ничего! Как об этом хорошо сказал Феофан Затворник, сам дрянь-трянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди! Слава тебе, Господи! Вот ужас! Вот здесь – да! Вот здесь – беда! Здесь, голубчик, придётся на мытарствах побыть, придётся встретиться с этими, да, от которых взвоет, но деваться только некуда! Не такой, как прочие! Я всё-таки хороший! Вот беда! Самая страшная беда, о которой говорит христианство! Я ещё имею пять минут, десять? Как же быть с множеством людей, которые, конечно же, даже и не знают об этом, о чём мы говорим, подчас не знают даже покаяния, не знают, что нужно увидеть себя, кто мы есть на самом деле, как быть здесь, что же? Можно изменить их участь или нет? С самого начала существования церкви она молится об усопших! Если бы нельзя было изменить, тогда какой смысл? Молитва об усопших! Что это, обман был бы? Нет! Молитва об усопших! Молитва об усопших! И действительно, оказывается, сила этих молитв может быть велика! А что такое молитва, интересно? Записочку подал, да? По монастырям разослал? Батюшкам дал? Или архиерею? Нет! Святитель Феофан Затворник ой, как здорово пишет об этом! Если мы сами о своих родных не молимся, то... И дальше он пишет такие вещи, я думаю, хорошо, что здесь нет батюшек, а то бы они меня запустили бы! Сейчас только за то, что я цитирую святителя Феофана Затворника. Говорит, молебен про трещат, так же и про скамидию, так же и обеднюю, а человек-то останется безо всего. Язычестве, как там хорошо! Внёс вот столько, и всё в порядке! И какой-нибудь молох тебя, пожалуйста, освободит! Христа не обманешь! Где твоя молитва? Где молитва? Бога же не купишь деньгами, Ему же не нужно! Ни монастырями, ни храмами, ни чинами! Он прямо пишет! Если сами не молимся, тогда бесполезно всё наше! Да! Но надо как? Надо самому молиться! И действительно, действительно, если при этом человек сам молится, то при этом и милостыня тогда будет иметь значение, когда человек просится и даёт нуждающимся, слышите, я повторяю, нуждающимся! Потому что иногда мы даём тем, кто ничего не нуждается! Нуждающимся, страдающим, больным, бедным, даёт милостыню опять с мыслью «Господи, помилуй меня!» Да! «Господи, помилуй этого человека, за которого я молюсь! Прими это!» Одним словом, он настаивает, Феофан Затворник, на том, что без личной молитвы наши поминовения остаются бесплодными. «Господи!» «Господи, помилуй этого молитвы!» «Господи, помилуй этого молитвы!» Вы с ним пришли к нему и начинаете разговаривать ещё с его недругами, какие там вокруг, отворачивайтесь! Он с вами разговаривать не будет! Когда мы обращаемся к Богу, а сами в это время, кажется, обращаемся, а сами в это время, неизвестно, с кем разговариваем, что будет? Святитель Игнатий Вринчинов пишет, молитвы без внимания, то есть, в смысле, без понуждения себя к вниманию, мы рассеиваемся, ловить, рассеиваемся, ловить. Молитвы без понуждения себя к вниманию – это оскорбление Бога! Этим можно даже вызвать гнев Божий! Так вот, молитва об усопших. Да, это великая сила! Усопший уже не имеет там воли, чтобы исправиться! Он не может там ничего сделать! Нет у него ничего! Мы можем! Чем можем? Искренней молитвой! Какой? Очень важный, кстати, момент! Сказал, что искренне молиться за Него! А через какое стекло лучше свет проходит? Через намазанный дёгтем? Да завешанный ещё всеми, я не знаю, какими! Или когда мы его очистим? Бог есть свет! Бог есть любовь! Бог есть милость! Но наше молитвы, наше действие молитвы, от чего зависит? Какое стёклышко, через какое стёклышко пройдёт эта милость Божия? О чём я говорю-то сейчас? Мы от нашего состояния духовного зависит, зависит действие Божие на душу того человека! Почему, кстати, почему обращаемся к святым-то? Или ищем святых? Почему? Чистые! Свет Христов проходит и действует, а грязное, замазанное стекло, всё в дёгте, что там пройдёт? Остаётся душа без света! То есть, сила молитв об усопшем зависит от чего? От нашей духовной жизни! Хотим мы действительно помочь человеку? Действительно, если искреннюю любовь, то, по крайней мере, хотя бы, хотя бы, по крайней мере, хотя 40 дней в эти, в эти дни, когда фактически определяется участь души человеческой, хотя бы в эти дни, человек, который желает помочь своему там родному, любимому человеку, в эти дни хотя бы проведи свою жизнь действительно по-христиански. Постарайся! Насколько можно воздержись от всяких грехов! Насколько можно постарайся и покаяться, и причаститься, и, может быть, пост какой-то даже положить, отказаться от чего-нибудь, от этого несчастного телевизора или ещё от чего-нибудь! То есть, хоть маленький подвиг соверши ради, ради чего? Ради любви к этому своему человеку! Слышите! Не просто так это помолиться, как мы говорим, а особенно подал записку. Христос что сказал ученикам, которые не смогли изгнать беса из бесноватого крови? Почему мы не могли? Ответил! Этот дух изгоняется молитвою и постом. Под постом что, разумеется? Воздержание, понуждение себя. Вот, оказывается, при каком условии молитву приобретает действенную силу. Без этого может всё пропасть. Кто пытается отделаться записками, обманывает и себя и оставляет без, без помощи, без всякой помощи оставляет усопшего человека. Тот хлеба просит. А я ему что даю? А хлеб какой? Потрудись ты! Ты! А здесь ещё, живущий на земле, в твоих руках, твоя воля с тобой! Да! Потрудись ради меня хоть немножко эти сорок дней! Очисти себя, чтобы благодать Божия могла проникнуть и к этому к душе этого человека. Этому научает церковь! Вот, оказывается, каким образом мы можем помочь усопшему человеку! И, кстати, это в высшей степени важно. Знаете, ещё почему? Из эгоистических соображений, если хотите, ведь я же помру, я не буду сейчас так, из-за меня никто не сделает. Как аукнется, так и откликнется. Если сейчас я ничего не сделаю ради вот моих близких, и ради меня потом никто не сделает, ибо блаженные милостивые, милостивые, они помилованы будут. Видите, оказывается, даже и с этой стороны, как это важно, опять действительно понудить себя, действительно проявить милость, милосердие к той душе, к тому человеку, за которого мы молимся. Мы можем, и молитва имеет огромную силу. Один только вам факт приведу. Был такой император Троян, замечательный император, римский. Это первый, сотый год, начало второго века, страшный гонитель христиан. Но гонитель почему? Не потому, что он был злой, а потому, что он считал, что он, как император, обязан был исполнять тот закон, который был принят в Римской империи. А закон был принят принят очень твёрдый. То, что народ выразил буквально в трёх словах христиан коль вам. И он был гонителем христиан. Но интересно следующее. Один из святых, Григорий Двоеслов, ну, не буду описывать всю ситуацию, неважно. А в этой, в книжке Бог, там, нет, в книжке Бог, не знаю, найдёте или нет. Наверное, найдёте, да. Осипов писал, я уже не помню, что он там писал. Так, одним словом, епископ Римский Григорий Двоеслов по одной из причин начал молиться усиленно за Трояна, за этого императора. В чём молиться как? Так, как сказал Христос, сей род изгоняется молитвою и постом. И, и, да, Троян был освобождён. Григорий Двоеслов – это шестое столетие. Троян, я вам сказал уже, это начало, самое начало второго столетия. Об этом пишет святитель Марк Эфесский. Он говорит, да, по молитвам святителя Григория Троян был помилован. Говорит, так он же не крещён был! Ответ, ответ, кстати, замечательный ответ. Есть третий вид крещения – слёзы. Ну, слёзы понятны. Какие слёзы? Слёзы молитв, слёзы покаяния. Вот. Видите? Итак, оказывается, есть возможность спасения для очень многих, даже для гонителей христианства. Есть. Но все понимают, что для этого необходимо. Я не касаюсь сейчас других вопросов. Есть ещё целый ряд других вопросов, очень интересных. да, но я вижу, что я уже и так всё переборщил. Никогда не давайте профессорам свободу слова. Не остановите потом. Вот так. Ну, спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я проходил, так называемый, Всеправославный собор на Крите. Но окончательно вот какие-то акценты, пока мы вот не услышали от нашего священного начали, хотелось бы в предварительном порядке всё-таки ваше отношение, в вашу оценку этого события. Я выскажу только своё личное мнение, а не мнение Церкви. А Церковь, вы теперь знаете мнение Церкви, да? А то что, скажем, в священном начале? Вот так. Ну, по-моему, в данном случае действительно мнение, в данном случае моё мнение действительно совпадёт. Дело в том, что собор, к сожалению, был организован всё-таки не на тех началах, которые должны бы присутствовать для православного Вселенского Собора. Что меня более всего удивило и даже, я бы сказал, толкнуло, когда некоторые заявили, не указывая имён, не хочу называть имён, ни в коем случае не люблю называть имён, когда вдруг заявили, что собор этот не потому не называется Вселенским, что там не будет западных христиан, католиков в частности. Я помню, я был просто поражён. Это что такое? Это всё равно, что на Первом Вселенском Соборе бы, или на Втором мы потом сказали бы, если Ария не будет там, то уже он Вселенским Собором не может называться. Ещё раз я пользуюсь случаем, что вы учтите, католичество – это действительно, не знаю, это букет, букет ересей. Там извращены все, вы понимаете, все христианские истины извращены. Я говорю это не голословно, я полтора десятка лет преподавал этот предмет. Все истины – это просто поразительно, но самое, может быть, ужасное, что католическая церковь в таком вопросе, как спасение человека, даёт те рекомендации, которые по учению всех святых отцов первого тысячелетия, обращаю ваше внимание, то есть, когда ещё Рим, Рим ещё был един, первое тысячелетие называется прелестью, заблуждением, бесовской прелестью, это вдруг стало предлагаться как истинный путь духовной жизни. Я не говорю о многих других догматических вещах. Итак, и тут вдруг заявление – он потому не может быть вселенским, что там не будет присутствовать на нём. Но это первое, что мне хотелось сказать. Но в отношении самого собора на нём не было ни одного того вопроса, который мы могли сказать вероучительным вопросом. А вселенские соборы, или как сейчас все православные, это соборы обязаны рассматривать эти вопросы. А они есть сейчас? Их не было. Какие это вопросы? В частности, вопрос экуминизма? Ну, я не знаю, сейчас об экуминизме говорить, наверное, это долго, но хочу вам сказать, что экуминическое движение, организованное протестантизмом и масонством, кстати, это очень интересно, что истоки именно те, в конечном счёте приводит к смешению всего в христианстве. Экуминическое движение ищет не истинной церкви, на которой мы бы должны все ориентироваться, а ищет единой церкви через соединение всех в том состоянии, в котором они есть. Это беда. И к чему оно привело сейчас? Вы должны, ну, я думаю, что знаете. Несмотря на протесты православных, они ввели женское священство. Теперь ввели этих гомиков несчастных. Уже там и священники, и епископы. Отрицание уже самых основных догматов. И это всё экуминизм. Экуминизм. Собор не осудил этого. Более того, напротив, сделал заявления, которые вызывают просто недоумение, называя их церквами. Я понимаю, что в экуминическом лексиконе, да, они называются церквами, и мы можем, обращаясь к ним, ну, как нам представит человека, имя, отчество мы называем, так и здесь. Но, когда соборные определения, мы, конечно, должны сказать, вы общины, называющие себя христианскими, это ваше дело, но мы никак церковью вас назвать не можем. Это печальное явление, конечно, очень печальное. По этому поводу были сделаны целый ряд очень хороших заявлений, в частности, мне очень понравилась бумага русской, зарубежной церкви с хорошим таким основательным разбором многих положений, которые связаны с ним. Ну, и потом, вы же знаете, наша делегация не поехала на собор, так же, как не поехали ещё несколько церквей, представители нескольких церквей, поэтому этот собор мы никак не можем считать, считать всем православным, тем более вселенским и рассматривать его решение как носящий обязательный характер. Этого нет. Собралось просто совещание нескольких православных церквей. Вот так. Прошлышав вашу замечательную проповедь, разрешите так назвать, потому что многие вещи, которые вот изучал, они сейчас расставились, но у меня возник вопрос, если вот исходя из вашего толкового изложения, шанс спастись у Растриги Денисенко, так называемого Патриархофиларета. Да, конечно. Почему же? Бандит, распитый справа, спасся. Почему же он не может быть спасён? Я вообще считаю, лично, учтите, я говорю, не от лица церкви, а лично, я считаю, что в конечном счёте, пройдя, конечно, через страдания, большие, но должны спастись все. Потому что Бог создал человека не для гибели, а для блаженства. И Бог до творения человека уже знал, как каждый человек определит свою свободу. Знал он? Знал. Если Бог есть любовь, не мог он дать бытие кому-либо для вечных мучений. Мучений будут? Да. Увы, конечно. Но сказать, что бесконечные мучения, что Бог сотворил человека, это просто невероятно. Но это моя личная точка зрения, так? А не личная, не личная, как мне кажется, церковная. Я вот в этой книжечке, можете посмотреть, которую Иосифов написал. Он там говорит, что святые отцы, на которых он читает основанием истины, оказывается, оказывается, говорят и то, и другое. И священное писание, причём я там привожу, можете почитать, и святые отцы, и всё наше богослужение говорит, вот вы можете, прямо читайте, пойдут в муку вечные, тут же читайте дальше, спасутся всем. Как? И то, и другое. В формальном плане это просто потрясающее противоречие. На самом деле, а на самом деле-то что? Я вам скажу, это просто мудрость и любовь. Попробуй нам только сказать, что все спасутся. Ура! Не правда ли? Скажи нам – нет, спасутся только праведники. Я знаю, что я никогда праведником не стану. Ну, то есть, какой-нибудь сумасшедший, может быть, назовёт себя праведником. Так никто. Так значит, всё, я погиб, а тогда уже всё равно. Правильно? О, какая мудрость! Действительно, как замечательно! Прямо вот, прям один за другим идут. Вдруг тот же отец Иоанн Лесич, посмотрите, пишет, да, праведники спасутся, грешники пойдут в муку вечную, тут же пишет, Бог благ, и все, и всех, и все будут, все наследуют жизнь вечной, праведной и неправедной, грешной и безгрешной, страстной и бесстрастной. Простите, как же вы такое можете? Причём пишут совершенно спокойно и то, и другое. И, наконец, я помню, я очень думал об этом и, наконец, понял, да нельзя же нам сказать! Мы настолько слабенькие, нам ничего нельзя сказать, ни того, ни другого. Конечно, логично, логично только одно, что все спасёмся, но попробуйте нам сказать, что мы все спасёмся. С ума сойдёт тут же! Вот так! У меня вопрос, скорее, не богословского, а философского плана. Если после второго пришествия страдания всё-таки будут, поскольку мы знаем, что будет воскрешение суда, и по словам Христа, сказанным в Евангелии, грешники будут помещены в гиену огненную, если мы примем эту посылку, с другой стороны, примем как посылку ваше частное мнение, что страдания в итоге прекратятся. У меня вопрос следующий. Все мы знаем, что после того, как Христос придёт второй раз, время прекратится, то есть начнётся та самая вечность, о которой вы говорили. А что такое вечность, согласно классическим философским определениям? Вечность – это отсутствие времени, то есть отсутствие какого-либо изменения. Соответственно, у меня вопрос, у меня не укладывается в голове, как можно, с чисто философской стороны, одновременно считать, что после пришествия Христова время прекратится, и наступит вечность, то есть не будет никакого изменения, не будет никакого изменения, в том числе и в участие людей после суда. С другой стороны, утверждать, что всё-таки страдания прекратятся, а прекращение страданий есть, соответственно, некоторые изменения. Вот такой вопрос. Я вас понял. Я просто надо было сказать мне ещё, что это спасение произойдёт во втором пришествии Христа, а не после него будет продолжение. История заканчивается, и во втором пришествии уже всё совершится окончательно. Будет, как пишет апостол Павел, Бог всяческое во всём. Во втором пришествии всё окончится. А, кстати, насчёт времени... Секунду, можно? Насчёт времени. Тонул генерал. Ну, ясно, не адмирал же. Ну, ясно, адмирал не может тонуть, сами понимаете. Так. Ну, его вытащили. Конечно, откачали. Был такой весельчак. Ну, парень рубаха, что называется. Так. А тут стал такой, знаете, серьёзный, задумчивый, рассудительный. Ну, все поняли, конечно, пережить такую трагедию, естественно. И вот однажды он рассказал. Оказывается, когда я тонул, передо мной прошла вся моя жизнь. не промелькнула, а вот так, как вот я живу сейчас, так она и шла. Но не просто она прошла передо мной, а с постоянной оценкой каждого своего поступка, каждого деяния, мысли, желания и так далее. Сколько он времени тонул? Минуты две-три, что ли, был без сознания? Перед ним сколько прошло? Генералу было уже лет за пятьдесят. Как? В две минуты пятьдесят лет? Конечно же! Что вы! В том-то и дело мы не знаем, что такое вечность. Оказывается, вот оно можно, то, что для нас кажется мигом в это время, там, оказывается, он может растягиваться, я не знаю как. Это мы вступаем в категорию вещей, о которых, ну, которые не пережив, мы ссорить не можем. Вот, оказывается, поэтому со вторым пришестием оканчивается всё, всё будет, Бог, всяческое во всём. И никакого дальше, после второго пришествия, ничего не будет, каких-то там, знаете ли, опять изменений, судьбы, человека и так далее. Вот так. Вот так. Как хорошо! Все поняли. Ой, слава! Хочется! Так. Что? Хочется! Спасибо.